С вами программа «Вызов принят» и сегодня мы в очередной раз поговорим о том, как бороться с пропагандой экстремизма и терроризма и как не попасть под влияние. А потом вместе с госавтоинспекцией частично подведем итоги прошедшего года. Здравствуйте! Очередное заседание Ассоциации вузов Черноземья состоялось на базе Рязанского государственного университета имени Есенина. Университет только в сентябре вступил в крупный союз высших учебных заведений и уже принимает на своей территории представителей разных регионов, чтобы обсудить крайне важные и сложные вопросы. На повестке дня воспитательная работа в системе высшего образования. Черноземья очень чувствует те риски, которые существуют и в части потенциальных рисков вербовки студентов и непотенциальных. Мы знаем такие случаи неоднократные. Мы видим то, что миграционные потоки, которые идут из различных субъектов федерации, из других стран, в том числе в странах, где вспыхивают конфликты, межконфессиональные конфликты особенно. Приезжают сюда студенты с определенной идеологией, с определенными задачами. Как организовать эту работу? Мы решали здесь, на базе Рязанского государственного университета имени Есенина. Отдельная секция работает по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. У вас очень благородная земля рязанская. Очень много замечательных людей воспитала ваша рязанская земля и ваши вузы. Ну а если серьезно говорить, то мы выбрали тему очень сложную и многогранную. Тема воспитания включает в себя и работу со студентами, и патриотическое воспитание, и работу со школьниками, с одаренными детьми. Отдельно была работа секции, посвящена экстремизму и противодействию идеологии терроризма. Учитывая, что полем активной деятельности пропагандистов и вербовщиков давно стали бескрайние просторы интернета, в частности социальные сети, которыми пользуются в большинстве молодые люди, именно студенты и школьники становятся объектом воздействия пагубных идей. Обсуждаются комплексные вопросы, начиная от безопасности высших учебных заведений, и вот заканчивая всеми вопросами, связанными с идеологией терроризма и экстремизма. Мы обсуждали на круглом столе, в частности, вопросы, связанные с проникновением этих течений в молодежную среду. Как оказалось, в основном, основными каналами вот этой, как бы, подпитки является интернет в наше время. Вы, наверное, знаете, что интернет в настоящее время, если в России, использует половину населения. И, конечно же, это прежде всего молодежная среда. Огромное число сайтов, к сожалению, сейчас используются для того, чтобы как раз опубликовать все эти данные, которые связаны с экстремизмом и терроризмом. И, к сожалению, многие молодежные течения или молодежь используют это, используют как начальный материал. И задача сформировать у молодежи критическое мышление, собственный взгляд на информацию, которую можно встретить в сетях, стоит перед разными структурами, в частности, перед учебными заведениями. Разнообразие сайтов и материалов, пропагандирующих идеологию терроризма и экстремизма, велико. Было обсуждено и выявлено, допустим, основные четыре класса вот таких веб-сайтов или информационных ресурсов. Это чисто антидеррористические сайты, это экстремистские сайты, это справочная информация, которая может представляться в виде рекомендаций, как сделать подрывное сродство, как сделать какие-то вещи, связанные с использованием этих инструментов, и несколько других источников. На сегодняшний день надо прекрасно понимать, или просто понимать, что расчет тех, кто выставляет такую информацию на сайтах, это сделать такое сообщество, которое не является внешне руководимым. Это такая самоорганизующая среда, которой каждый отвечает за самого себя. Специалисты не зря бьют тревогу. Вовлечение в экстремистскую деятельность образованных молодых людей в современном мире нарастает. Основной настрой вот этих ребят, которые читают эту литературу, заключается в том, чтобы под действием этих материалов собственноручно принимать решения о, скажем, экстремистских действиях, дальше о террористических действиях. И выявлять такие среды очень тяжело. Они не имеют руководящего органа. Они формируются внутри вот этой интернет-свиды. И вот все, что мы сегодня обсуждали, это позволяет, по сути дела, сделать так, чтобы выявлять это все, влиять. И самое главное, чтобы в учебной практике молодежи рассказывать об этой опасности. Потому что как раз вот это является основным противодействием того, что связано и с экстремизмом, и с идеологией терроризма. Вот почему необходимость комплексно подойти к воспитательной работе в высшей школе настолько актуальна сегодня. Обсуждались очень важные вопросы. Вопросы воспитательной работы, вопросы противодействия экстремизму. Мы обобщили опыт, накопленный в университетах Черноземья. И сейчас будем работать над этой информацией, которую вот обладаем по результатам этой встречи. В 2016 году на дорогах Рязанской области зарегистрировано 1806 дорожно-транспортных происшествий, в которых 254 человека погибли. И 2511 получили ранения различной степени тяжести. По дням недели и времени суток аварийность, в том числе с механическими повреждениями на территории региона, распределилась таким образом. На территории областного центра наиболее аварийным является период с 15 часов до 19 часов дня. А наиболее аварийным днем недели является пятница. Наибольшее количество погибших тоже засчитано в пятницу – 7 человек. В сельской зоне наибольших значений основные показатели аварийности достигают в период времени с 12 до 15 часов. Наиболее аварийным днем недели в сельской зоне является суббота. А наибольшее количество погибших – пятницу. На федеральных автомобильных дорогах погибли 105 человек. На региональных автомобильных дорогах погибли 65 человек. В городах и населенных пунктах области 73 погибших в ДТП человека. В текущем году основными видами ДТП являются столкновения и наезды на пешеходов. Их доля от общего числа происшествий составила 45,5 и 21,6% соответственно. Из-за несоответствия скорости конкретным условиям и превышения установленной скорости произошло 316 ДТП, в которых 41 человек погиб и 427 ранены. Из-за выезда водителями транспортного средства на полосу встречного движения 281 ДТП, в которых 108 человек погибли и 545 ранено. Из-за несоблюдения очередности проезда водителями транспортного средства произошло 385 ДТП, в которых 473 человека получили ранения и погибло 11. Из-за неправильного выбора дистанции 205 дорожно-транспортных происшествий, в которых 303 человека получили ранения и 19 погибли. Из-за нарушения требований сигнала светофора 73 ДТП, в которых 70 человек получили травмы и один погиб. С участием водителей транспортного средства, находящихся в состоянии опьянения, в 2016 году произошло 189 дорожно-транспортных происшествий, в которых 249 человек получили ранения и 63 погибли. По дням недели и времени суток аварийность с участием нетрезвых водителей на территории региона за 2016 год распределилась таким образом. На территории областного центра наиболее аварийным является период с 21 до 24 часов 15 ДТП, а наиболее аварийным днем недели является воскресенье. В сельской зоне наибольших значений основные показатели аварийности с участием пьяных водителей достигают в период времени с 18 до 21 часа. Наиболее аварийным днем недели в сельской зоне являются суббота и воскресенье. Несмотря на значительное улучшение ситуации, связанной с обеспечением безопасности пешеходов на дорогах России за последние 10 лет, по сравнению с 2006 годом число ДТП снизилось в 2015 году на 38%, цифры статистики остаются достаточно высокими. В 2016 году в России произошло 51 767 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых погибло почти 6 тысяч человек. 48 с половиной тысяч человек получили различные травмы. С первого взгляда переход проезжей части дороги кажется простым действием, однако статистика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов говорит об обратном. Как водители, так и пешеходы допускают многочисленные ошибки, которые становятся причинами трагических последствий. С участием пешеходов в регионе за прошедший период текущего года произошло 398 ДТП, при этом погиб 41 человек и ранено 376, в том числе на пешеходных переходах произошло 121 ДТП, при этом ранено 122 человека и пятеро погибли. На регулируемых пешеходных переходах произошли 22 дорожно-транспортных происшествий, на нерегулируемых пешеходных переходах произошли 99 ДТП. В том числе в темное время суток произошло 65 наездов. Не вошло в привычку использование световозвращающих элементов на одежде, хотя в соответствии с правилами дорожного движения пешеход обязан в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на загородных дорогах их использовать, а в черте города это тоже рекомендуется. Если говорить о днях недели и времени суток, аварийность с участием пешеходов на территории региона распределилась таким образом. На территории города Рязани областного центра наиболее аварийным является период времени с 18 до 21 часа, а наиболее аварийный день недели – понедельник. В сельской зоне наибольших значений основные показатели аварийности с участием пешеходов достигают в период времени с 18 до 21 часа и наиболее аварийным днем также является понедельник. По вине пешеходов за прошедший период текущего года произошло 192 ДТП и при этом погибли 29 человек, а раненых – 170. Основными нарушениями правил дорожного движения со стороны пешеходов являлись переход проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода, ходьба вдоль проезжей части попутного направления вне населенного пункта либо при наличии тротуара, неподчинение пешехода сигналом регулирования, нахождение на проезжей части без цели ее перехода или пешеход в состоянии опьянения. Сотрудниками ГИБДД выявлено 11,5 тысяч нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов. Из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств в проезда пешеходного перехода случилось 108 дорожно-транспортных происшествий, в которых 108 человек получили ранения и шестеро погибли. Примерами таких ошибок со стороны водителей являются неправильно выбранный скоростной режим. Водители считают, что всегда успеют остановиться. Ошибки, допущенные при торможении транспортного средства. Водители не знают, как правильно осуществлять экстренное торможение. Ошибки при наблюдении за дорогой и оценке ситуации. Водители не видят пешеходов заранее, либо не готовы к их появлению на дороге. За прошедший год на дорогах Рязанской области зарегистрировано 255 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, в которых 14 несовершеннолетних участников погибли и 283 получили ранения различной степени тяжести. С участием детей пешеходов зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в которых один ребенок погиб и 78 получили травмы. В 38 случаях от общего числа наездов на несовершеннолетних пешеходов усматривается вина самих пешеходов. Основными нарушениями несовершеннолетних участников стали переход проезжей части вне пешеходного перехода, переход проезжей части вне перекрестка, неожиданный выход из-за транспортного средства, стоящего транспортного средства или сооружений, игра на проезжей части, неподчинение сигналам регулирования и иные нарушения правил дорожного движения. Нарушение правил дорожного движения водителями транспортного средства фиксировалось в 40 ДТП. Основными нарушениями при этом являлись нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение скоростного режима, нарушение правил расположения на проезжей части и нарушение правил движения задним ходом. Рассматривая наезды на несовершеннолетних пешеходов, следует отметить, что 24 из 75 происшествий зарегистрированы на пешеходных переходах. А также установлено, что в темное время суток зарегистрировано 18 наездов на несовершеннолетних пешеходов, одежда которых не была оснащена светоотражающими элементами. За прошедший год на территории области зарегистрирован рост числа наездов на несовершеннолетних велосипедистов с 16 до 21 часа. В следующий раз мы продолжим разговор о дорожно-транспортных происшествиях, а сегодняшний выпуск подходит к концу. Я поздравляю с Днём Защитников Отечества, всех, кто выбрал делом своей жизни путь служения Родине. До встречи! Днём Защитников Отечества